Здравствуйте, это компания Viva Telecom и сегодня мы с вами рассмотрим портативную радиостанцию от компании High Terra называется модель AP515 эта станция аналогична BP515, которую мы уже рассматривали ранее я ссылку сразу скажу в описании видео на полный обзор вот этой станции добавлю, чтобы можно было сравнить AP515, только аналоговый режим и у нее больше батареи 4000 мАч заявлено High Terra но при этом напряжение выходное на батарее 3,7 В то есть они заявляют, что мощность одинакова у станции но естественно нет так как напряжение на батарее в два раза ниже сейчас мы напрямую проверить не сможем потому что так же как и на BP515 стоит антенна мини-болт и до сих пор не существует ну или по крайней мере High Terra так и не представила ВЧ-переходник на вот этот разъем поэтому мы сейчас косвенным образом сравним эти две станции по мощности но я предполагаю, что мощность ниже и далее мы их будем сравнивать в городе также в последующее время для того, чтобы определить по дальности то есть это чисто аналоговая станция также у нее имеется USB порт Type-C до 2 ампер ток я предоставлю потом фотографию действительно так она и заряжает таким током батарею ну сейчас проверим тогда все что можем то есть проверим потребление продемонстрируем мощность тогда напряженность поля какую создают эти обе станции чтобы понять одинаково ли у них выходная мощность передатчика антенну мы уже сняли антенна идентична станции BP515 тоже в большом обзоре про эту антенну информация есть все, начинаем тогда с комплектации этой станции потому что они чуть отличаются по комплектации и по конструктиву тоже отличаются начинаем подпишитесь, кстати, на канал не забудьте наша следующая цель набрать 100 тысяч подписчиков и мы к этому уверенно идем, так скажем как комплектация станции поставляется она в такой картонной коробке как и BP515 как инструкция идет краткая здесь у нас идет сетевой адаптер с разъемом USB Type-A давайте сразу параметры его посмотрим так, фокусируется или нет до 2 ампер у него выходной ток 5 вольт, естественно, выходное напряжение так, дальше идет шнурок на руку идет разъем Type-C Type-A идет клипса поясная и сама станция идет с аккумулятором антенна, соответственно, мини-болт такая же, как на BP515 соответствующий диапазон и аккумулятор здесь отличается то есть он емкость имеет большую так как ячейки объединены и напряжение, соответственно, у него 3,7 вольта 3,85 здесь написано так, ну и все вот такая комплектация, то есть от BP515 она отличается то есть у зарядного стакана нет в комплекте потому что у данного аккумулятора вообще, как вы видите, нет контактов сзади для установки в стакан то есть зарядка только через порт Type-C так, конструктив станции абсолютно аналогичен станции BP515 за исключением того, что нет на аккумуляторе клемм зарядных по весу давайте я сейчас тогда радиостанцию в сборе сравню она по габаритам чуть меньше чем BP515 где-то на сантиметр она ниже по ширине такая же по глубине или толщине тоже примерно они одинаковые так, смотрим 515 210 грамм в сборе и да, смотрите так же она фактически весит 213 BP515 так, ну давайте я кратко тогда пробегусь по конструктивным особенностям у станции кнопка включения посередине антенный разъем мини-болт индикатор вот такой достаточно большой индикатор работы переключения каналов слева у нас расположена кнопка передачи регулировка громкости и одна программированная кнопка как у BP515 это маловато конечно здесь у нас разъем 9-ти контактных я крышку снимать не буду BP515 такая же такой же аксессуарный разъем поэтому там можете посмотреть в том обзоре ну и Type-C разъем закрытый вот такой заглушкой с резинкой по влагозащите станция соответствует IP54 то есть защита от дождя по поводу динамика сейчас проверим здесь у BP515 динамик действительно очень громкий не знаю 3-х ватт он действительно там стоит или нет но на 124 децибела он производит или воспроизводит голос и в цифровом режиме и в аналоговом эту станцию сейчас проверим как видите прорези по другому здесь расположены ну и посмотрим тот же динамик стоит или другой все переходим тогда к измерению потребления так давайте замерять токи потребления 3,7 вольта будем подавать с источника питания подаю я питание смотрим 50 микроампер да грубо говоря она потребляет в режиме в выключенном режиме соответственно можете оставлять станцию подключенной с аккумулятором никаких проблем не будет так от 3,7 вольта она включаться не захотела сейчас 4,2 вольта подаем номинальное напряжение и смотрите потребление у нее намного выше чем у BP515 у нее у BP515 было 50 миллиампер в аналоговом режиме эта станция вот уже 93 сэмпла прошло 90 миллиампер 91 миллиампер она потребляет но хорошо аккумулятор большой емкости поэтому сейчас она возможно даже выиграет по общему режиму сейчас проверим в общем так теперь на прием будем на полной громкости смотреть так смотрите этот третий контакт под символом Т какие-то сбои дает но все равно мы токи замерили значит на 200 миллиампер станция потребляет на полной громкости и 2889 миллиампер она потребляет на передачу на полной мощности и пока мы возьмем указанный указанную емкость мы потом ее проверим 4000 миллиампер час если будут какие-то изменения то мы в таблицу общую по проверкам в лаборатории занесем исправленные данные но пока будем брать 4000 миллиампер как заявляет хайтера в итоге получаем в цикле 5-5-90 5% времени работы на передачу 5 на прием на полной громкости и 90% режим ожидания получаем мы время работы 40 с половиной часов 40 и 5 это больше чем у БП 215 у нее было 27,3 часа ну то есть в принципе нормально конечно в дежурном режиме хотелось бы у нее и поменьше потребления видимо платформа все-таки единая и соответственно потребление да большое у станции относительно так все проверяем теперь выходную мощность попробуем смотрите сейчас вот такой косвенный эксперимент по определению мощности проведем стоит анализатор поля анализатор напряженности поля и стоит вот в этом месте БП 515 на полной мощности частоты одни и те же антенна такая же сейчас посмотрим на анализаторе как будет отклоняться стрелка и далее тогда включим АП 515 в том же самом месте посмотрим насколько он будет стрелку отклонять так АП 515 это БП 515 отклонило на 10 единиц АП 515 стрелку отклонять не хочет вообще поближе поставим ну то есть мощность все-таки пониже у излучаемой АП 515 но на практике это еще проверим насколько они будут работать на одной и той же частоте по дальности различно так замеряем громкость динамика и демонстрируем работу станции на прием фиксируем максимальные показания смотрим так смотрите сегодня прямо день экспериментов в этом ролике так как у нее разъем нестандартный хайтера до сих пор не делает ВЧ переходники я тогда поставил антенну на выход портативную на выход генератора и соответственно здесь у нас поднесущая запрограммированная на станции я тогда шумодав открыл и сейчас буду подавать амплитуду и посмотрим посленно на какой амплитуде станция откроется хотя бы так поймем насколько она чувствительна так вот 104 сейчас амплитуда дбм минус 104 дбм естественно слушайте когда она откроется я не включил высокочастотный вход ну вот на минус 100 уже чуть-чуть слышно ну вот минус минус 95 дбм уже вполне слышен сигнал от генератора минус 95 ну понятное дело что это когда напрямую она бы была соединена это было бы естественно другие результаты но по крайней мере вот принимает передаем радиостанции хайтера ап 515 12345678910 это вивотелеком так ну давайте подведем итоги тогда по радиостанции ап 515 от хайтера я график ксв переснимать не стал в ролике потому что он был снят уже нами предварительно и антенна такая же как и у бп 515 поэтому в том обзоре есть то есть она рабочая на всем диапазоне единственное минимальное ксв она имеет на 459 мегагерц что не очень хорошо для нашей проверки будет опять же мы обязательно снимем и и 515 в городе протестируем и бп 515 и тут на этом поймем тогда по мощности все-таки есть отличия или нет ну естественно они есть посмотрим сколько точек пройдет и та и другая этот эксперимент с напряженностью поля индикатор как-то работает очень нестабильно то есть буквально там на несколько градусов стоит повернуть станцию уже меняются значения поэтому ну в смысле стрелка по-разному отклоняется поэтому сравнивать станции вот с этим прибором ну некорректно конечно так теперь по поводу станции недостатки такие же как и у бп515 то есть гарнитур пока мало этот разъем нестандартный хайтера сделала многоконтактный дальше антенный разъем тоже нестандартный мини болт соответственно антенны вы не сможете более эффективные или более длинные какие-то поставить ну то есть выбор антенн очень сужается дальше АКБ контактов нет соответственно стакан зарядного устройства вы сюда никаким образом не дополните стаканом но преимущество тоже значительное порт USB Type-C с током до 2 ампер емкость большая батареи но потребление высокое поэтому в принципе по времени работы получился средний результат 40 часов дальше аналоговый скрэмблер также 8 вариантов выбирается все работает поэтому это тоже плюс особенно современное время громкость динамика чуть ниже получилось чем у BP-515 122.6 децибела но соответственно чувствительность также экспериментальным путем мы посмотрели но вносить в таблицу не будем потом когда появится ВЧ-переходник лучше дополним табличку тогда уже реальными результатами по мощности по чувствительности по избирательности ну в общем станции я 4 балла поставлю потому что недостатки все-таки есть но так вполне станция рабочая сейчас тем более цены кстати очень низкие на нее ну как относительно низкие для такого бренда как хайтера поэтому переходите на сайт смотрите текущее наличие есть и в тот и в другой диапазон станции насколько я помню все на этом тогда закончим с этой станции пока без теста в городе тест в городе появится позже это Viva Telecom всего вам доброго до свидания